Крестный ход Репина С повторением этой картины в несколько измененном виде Петербургская публика познакомилась впервые в 1892 году На выставке последних произведений Репина Открытые им в Академии художеств Было бы излишне распространяться об отличительных свойствах таланта Репина В своей творческой работе этот первоклассный художник Обращает почти исключительно внимание на разнообразие тонов Характерность поз, выразительность лиц и фигур В его картинах всегда обращает на себя внимание поразительная красота Исполнение Разнообразие костюмов Удивительно глубокое понимание тех или иных душевных движений Все лица его картины, как говорится, точно живые, точно рвутся с полотна В этом отношении его крестный ход может служить прекраснейшим образчиком его всегдашней работы Это целая галерея прекраснейших и замечательнейших портретов и типов Отгруппированных в самую оживленную и прекрасно схваченную сцену Которую каждый из нас мог видеть в провинции Отличительная черта как этой картины, так и всех других произведений этого замечательного художника Заключается в той жизненной правде, которая веет от них Кажется, что все лица, типы его картин давно знакомы вам люди С которыми вы постоянно встречаетесь С которыми съели, как говорится, пуд соли И которых характер, качество и недостатки, темперамент вами отлично известны Возьмите хотя бы этого жирного диакона, центральную фигуру картины Вы его, несомненно, встречали и в особенности часто встречали в провинции Из этих двух нищих коллег с левой стороны картины Или эту даму в провинциальном старомодном костюме С жирным господином Разве все эти люди не ваши хорошие знакомые? Но если картины Репина дают эту иллюзию правды То не потому ли, что все эти лица, схваченные точно живьем с натуры Имеет еще нечто такое, что не встречается в действительности Или, по крайней мере, встречается очень редко Они имеют типическое выражение, являющее уже делом творчества самого художника Который в отдельных предметах, встречаемых в действительности Подмечает родственные черты, накладываемые жизнью на каждого из нас Черты, которые и составляют то, что мы называем типом Ну, вот такое описание по журналу 1893 года Пока Субтитры создавал DimaTorzok